«Как избежать плохой судьбы, влияя на людей?» Следующая тема. Для того, чтобы избежать плохой судьбы, нужно всегда изучать лидеру законы Священных Писаний. Нужно изучать эти законы, и постепенно они сформируются в сознании как правило поведения, правило жизни. Кажется часто людям, что законы Священных Писаний и деятельность в современном обществе несовместимы. Это безумие, так думать. Это неправильно. В любой ситуации человек может найти правильный выход. Даже, допустим, если в стране всё коррупировано, всё как бы неправильно работает, там всё равно можно очень благочестиво жить. Это не значит, что ты не будешь взятки давать и так далее. Это значит, что ты будешь делать так, как Богу угодно, насколько это надо. Если ты идёшь по грязи, то ты не сможешь не запачкаться. Но это не значит, что ты должен по ушам грязи быть. Понимаете? Вот такая вот тактика. Но это всё с помощью Священных Писаний и наставника регулируется. То есть нужно иметь старших, чтобы правильное решение выбирать, как действовать и жить в тех условиях, в которых очень мало нравственности и культуры настоящей. Это не касается только нашей страны. Не думайте, что только в нашей стране мало нравственности и культуры. Это касается всей Земли сейчас. Нет ни одной страны на этой земле, где бы было много нравственности и культуры. Просто везде по-разному всё это происходит. Если, допустим, в Америке культура отношений в бизнесе, ну там просто нельзя обманывать, ты попадёшь в тюрьму. Но зато люди, они обманывают друг друга с помощью судов. Они очень извращены в своих принципах от половых отношений. У них нет института семьи, он почти разрушен. Понимаете? То есть есть разные страдания, виды страданий людей. В некоторых местах, допустим, в делах меньше грязи, но больше грязи в личной жизни. И везде, в каждой стране, что-то своё. Нет такого, что в этом мире есть чистые, есть грязные места. Весь мир загрязнён сейчас отсутствием нравственности. Это главная проблема общества сейчас. Не хватает нравственной чистой силы, которая бы давала возможность людям трудиться, возглавлять в чистых условиях. Понимаете? Это, ну, просто мы живём в такой среде сейчас больной. И наша цель — изменить эту ситуацию. И тогда будет легче жить. Не то, что кто-то там, какой-то лидер виноват. Виновата наша образованность. Мы не образованы в этих вопросах. Так, как избежать плохой судьбы, влияя на людей? Надо изучать. Изучать — это длительная работа. Изучать, как правильно относиться с людьми. Некоторые думают, правильно означает «поголовки всегда гладить». Руководитель переводится на санскрит «кшатри». Кшат означает «наказание». Корень «кшат» означает «наказание». Наказыватель. Руководитель означает «наказыватель». Наказыватель не означает всегда «гладить подголовки». То есть наказыватель должен наказывать. Поэтому мы не знаем, в чём заключается долг наш, в чём заключается благочестие и правило. Надо это просто изучать. Не нужно примитивно как-то воспринимать эти вещи. Итак, психическое здоровье лидера в целом. Давайте будем широк-шире посмотрим на этот вопрос. В целом, лидер — это всегда человек, который испытывает психическую перегрузку, потому что он находится в состоянии психического давления, налоговых служб, самой системы, в которой он живёт, своих подчинённых и так далее. Постоянно психика перегружена у лидера всегда. И поэтому лидер должен каждый день заниматься тем, что разгружает его психику. Есть более примитивные способы разгрузки, но они работают, приводят к успеху. Есть более глубокие и качественные. Самый примитивный способ разгрузки — это игры, спортивные игры. Допустим, теннис или волейбол. Лучше выбирать нетравматичные игры. Или, допустим, для женщин хорошо просто танцы. Женщинам не нужны игры. Женщинам нужна любовь. Но любовь в движении при новой здоровье. Любовь в движении означает танцы, означает какая-то двигательная активность, которая приносит счастье. Но, кстати сказать, движение не всегда женщинам приносит здоровье. Именно само движение. В какой-то степени нужно движение, но здоровье больше всего женщинам приносит отношения. Поэтому женщина должна отдыхать в отношениях. В отношениях не означает требовать от мужа отношения. Отдых в отношения чаще всего качественно происходит в духовной и религиозной среде. Если у женщины есть куда сходить, к духовным соратникам пообщаться, то в этой среде очень качественный отдых происходит. Она может на службы ходить, допустим. Ее очень психика быстро восстанавливается. Она чувствует радость, счастье в жизни. Мужчине нужно обязательно движение. Мужчина-лидер должен иметь что-то такое, что дает ему облегчение в жизни. У меня в Новосибирске есть один друг. Он мастер спорта по вольной борьбе. Он рассказывал, как он бизнесмен тоже. Он отдыхает после бизнеса, он идет бороться. И он рассказывал, как самый пик отдыха наступает. Когда меня заломают, и я вот так высвобождаюсь, в этот момент у меня облегчение наступает. Чувствую, что расслабляет. То есть мужчине нужна какая-то такая волевая нагрузка, которая его расслабляет. То есть это бег может быть, купание в проруби, морду побить друг к другу. Или в волейбольчик поиграть, или в теннис побегать, попрыгать. Ну то есть нужна какая-то, наверное, мужчина. То есть он должен двигаться, он в движении становится здоровым. Если мужчина не двигается, он пельменями как бы разгружается после работы, то, соответственно, разгрузка вся пойдет в одно место. То есть придется ремень все ниже, ниже опускать. А рубашку делать все больше. Понимаете? Поэтому само по себе спорт – это необходимость для лидера. Потому что или для женщины означает также эстетическая разгрузка. Можно сходить, допустим, в Эрмитаж, там русский музей. То есть куда-то, где счастье, красота вокруг. Это для женщины очень важно. Не забывайте об этом. Женщина создана для любви. Бизнесом она занимается, там деятельность не важно. Она должна отдыхать. Отдых – это психическая функция. Иногда с движением связано, иногда просто с отношениями. У женщин больше отношений отдых дают, у мужчин больше движений. Это более примитивный способ отдыха, но он очень нужен. Дальше, следующий способ отдыха – это бассейн. Хорошо, для женщины хорошо, да. Бассейн для всех хорошо. Еще какие есть сразу вопросы на эту тему? Нет вопросов. Движемся вперед. Следующий более качественный и сильный вид отдыха – это аскеза. Есть разные виды аскезы, но они все облегчают жизнь. Если человек заставляет себя ее совершать. Я просто разные виды аскезы вам расскажу, как они облегчают жизнь. Пост побеждает трудности. Вот если у человека и препятствия в жизни возникнет, трудности, там суды-пересуды, еще что-то. Человек просто постится, и эти трудности разрушаются на тонком плане от поста. От поста происходит разрушение трудностей. Точно так же иногда трудностью является хроническая болезнь. Хроническая болезнь тоже разрушается от поста. Если у человека, допустим, трудности в отношениях, они тоже разрушаются от поста. Но сами отношения при этом не восстановятся. Я говорю сейчас о непреодолимом препятствии. Есть препятствие, пост разрушает препятствие, дальше уже нужно что-то еще, чтобы двигаться в этом направлении. Пост – это способ перейти через гору. Понятно, да? Следующий вид аскезы – это статические упражнения. Статические упражнения – это такая штука, которую многие люди не понимают. То есть ты берешь просто, садишься на пол, вытягиваешь ноги и начинаешь потихоньку нагибаться вперед. Причем ты нагибаешься тогда, когда расслабило. Вот расслабило, чуть-чуть нагнулся, чуть-чуть больше расслабило, чуть-чуть нагнулся. Мне требуется 15 минут, чтобы дойти до носочков. Меня расслабляет очень медленно. Но когда я это сделал, что происходит? В организме восстанавливается такое движение психической энергии, что оно разрушает все блоки, убираются все психические блоки, здоровье восстанавливается у человека, и возникает одна необыкновенная штука, которая называется спокойное и трезвое мышление. Когда человек занимается вот этой хатха-югой, расслабляет свое тело постепенно в каждом упражнении, привыкает, если ты сгибаешься вперед, следующее упражнение должно быть сгибанием назад, противоположное. И так далее. Там есть свои правила, их надо изучить. Но большинство инструкторов по йоге не знают этого правила главного, что упражнения должны делаться так, чтобы ты двигался вперед, когда расслабился. Не надо напрягать себя. Надо просто ждать, когда расслабится тело. Ждать. А потом еще дальше двигаться вперед. Иногда это может быстро происходить у человека, иногда медленно, но результат у всех одинаковый. Он может наступить через 5 минут или через 10. Но когда этот результат наступает, у человека наступают следующие две вещи. Первая. У него из тела уходят все зажимы, и в теле становится легкость. Вторая вещь. Нужная для вашей деятельности. Это спокойствие в уме и трезвое принятие решений. Вот эти статические упражнения дают такой эффект. Причем, знаете, что вот когда человек стоит на службе, стоя неподвижно на православной, это то же самое хатха-йога. Это то же статическое упражнение. Сначала очень тяжело стоять, потом расслабляет. Больше потом раз, и все становится легко. Кто стоял, долго знает, как это работает. Стоя на коленях, молитва тоже самая. Ну, то есть, вот это статическое упражнение работает само по себе и преодолевает вот эту вот неспособность принять решение. Нужна вот такая аскеза тела, неподвижное состояние тела постепенно. Или просто неподвижно застыть, или двигаться в какую-то сторону, расслабляя тело. Это аскеза, которая приводит к трезвому решению и способностью быть спокойным в трудных ситуациях жизни. Следующая аскеза — это закаливание. Закаливание — это аскеза, которая дает человеку возможность чувствовать себя легко в самых тяжелых ситуациях. Вот, допустим, у вас развод, да? Как сделать так, чтобы снялось напряжение во время развода? Чтобы вы не были напряжены. Надо залезть в прорубь. Когда вы вылезете из проруби, развод на вас уже действовать не будет. Вы будете чувствовать, что вам хорошо, и у вас все проблемы пройдут. Кто уже это проверил, поднимите руку. Согласны? Согласна. Таким образом, прорубь освобождает от психического напряжения. Она дает возможность человеку избавиться от ситуации, в которой он находится. Это избавление происходит в момент соприкосновения холла с холодом. Когда холод леденящий и необыкновенно сильный, то в психике возникает взрыв, и все проблемы разлетаются в дребезги. Человек выходит, он говорит, да нормально, разводимся нормально. Проблем нет никаких. А это и для мальчиков, и для ребенка? В основном для мальчиков. В основном для мальчиков. В основном для мальчиков. Но у женщин, допустим, контрастный душ тоже такой результат даст. Горячая, холодная вода. Женщины вообще, знаете, если говорить про женщин, то аскеза – это не женское занятие вообще в целом. Что я сейчас перечисляю, это не для женщин вообще в целом. Аскеза – это не способ для женщины вообще решать проблемы. Потому что женщина с помощью аскеза решает проблемы, но она лишается своей нежности и женственности. Она становится грубой. Если она с помощью аскеза решает проблемы, она грубеет, становится невлиятельной. Потому что главная сила, с помощью которой женщина влияет, – это сила ее любви. У молодых женщин сила любви имеет очень внешнюю, такую телесную природу. А у женщин в возрасте сила любви имеет глубокую и добрую природу. Природу мудрости женской. Но это тоже энергия любви, только более качественная. Поэтому женщина всегда должна другими способами успокаивать себе психику, о которых я расскажу позже. Сейчас мы про аскезы закончим. Следующая аскеза – это поклонение. Когда человек кланится кому-то мысленно или просто ставит себя ниже кого-то, эта аскеза дает возможность избавиться от неприятного чувства другому человеку. Ну, допустим, у вас есть неприятное чувство какому-то человеку. Что делать? Надо начать ему мысленно кланяться. А лучше мысленно кланяться святому человеку и эти поклоны потом как бы передавать этому человеку. Это будет более безболезненно. То есть вы кланяете святому человеку и мысли, и говорите в своем сердце, а также и ему. Я кланяюсь тебе прежде всего, а также ему, как тебе. В нем чистому и светлому, как тебе. То есть я кланяюсь тебе, святыня, и чистому и светлому в этом человеке, как тебе. И через час-два таких поклонов, если вы это делаете интенсивно и очень внутренне, целеустремленно, то ваше отношение к этому человеку меняется кардинальным образом. Вы перевариваете все проблемы в отношениях с этим человеком. И если вы это делаете регулярно, даже просто при встрече, взгляд во взгляд, у вас сразу будет гармония, хороший контакт. Даже если вы прямо противоположные люди. Поклонение разрушает неприязнь к человеку и негативные отношения. Покланяться. Это аскеза для ума. Аскеза для ума самая тяжеловыполнимая, потому что ум самый упрямый. Он против вообще, чтобы его трогали. Если само по себе подумать, покланяться этому идиоту, это вызывает в уме сразу жуткий протест. То есть он бунтурный. Нет, лучше пост. Но если вы победите этот бунт и начнете это делать через силу, то вы увидите результат, он будет потрясающим. У вас будет полная гармония с этим человеком. Хотя у него с вами полной гармонии не будет. Вы ему будете улыбаться, он будет смотреть на вас в шоке. И будет думать, что это такое? Как это так получилось? Он будет вас уважать очень сильно. Следующая аскеза — это молчание. Мауна. Под Москвой, я не знаю, где точно, есть такая практика, называется… Память тоже у меня плохая. Называется… Как? Кто помнит? Липасана. Липасана, да. Липасана. То есть это буддистская практика. Когда ты приезжаешь в это место, там тебе придется проводить медитации все время, и там нельзя разговаривать ни с кем, вообще никак. Даже жестами запрещают. Есть люди, которые смотрят и следят за всеми. И если ты начал проявлять признаки общительности, тебя сразу там заставляют прекратить. И это длится дней десять. Уже через два дня человека просто с ума сходят. У него все эти желания общаться, они сидят внутри, они его раздирают, мучают. И потом уже к десятому дню его психика настолько сильно успокаивается, что он способен на все. Липасана или молчание, она что делает? Она разрушает склонность к нежелательному общению. Допустим, некоторые люди ругаются в семье, или они с лишнего говорят перед подчиненными, или они грубые в отношениях, или они не могут сдержаться от грубого словца. И когда человек и пасану совершает, то он становится как камень, сдержанным как камень. То есть он без проблем решает все ситуации. А лидеру это крайне необходимо. Быть, говорить только в самом нужном. Ну как, когда уважают подчиненный человек, когда он говорит только по делу. Только когда надо. Все остальное время он просто молчит. И просто этим молчанием, и говорить по делу. Подчиненный так сильно начинает уважать лидера, что больше ничего делать не надо. Надо просто молчать и говорить только по делу. И все. Но делать это очень трудно. Вот так жить очень трудно. И это помогает Мауна. Рот закрыли. Можно дома на день. Ни с кем не разговариваем. Телефон отключаем. Все. Ни с кем не разговариваем. Новости не разговариваем означает. Новости не смотрим. Газеты не читаем. И с кем не разговариваем вообще. Все. До свидания. Молчим. И тогда в это время у человека сначала психика взрывается, а потом успокаивается. Все эти ненужные связи, они разрушаются, загнивают, тухнут, и потом организм очищается от них. Все виды аскез предназначены для преодоления каких-то трудностей. Аскеза – это способ преодолеть препятствия. Следующий вид преодоления препятствий – это пожертвования. Есть разные виды пожертвований. Одни из них рекомендованы всем и всегда, другие требуют больших условий для соблюдения. Самое простое пожертвование – это то пожертвование, которое мы совершаем после каждой лекции, и называется оно «Я желаю всем счастья». Это пожертвование предназначено для всех людей во все времена и во всех случаях жизни. Когда человек повторяет «Я желаю всем счастья», то он устанавливает гармонию с этим миром во всех аспектах. Ну, то есть, что такое пожертвование? Это когда ты жертвуешь свое хорошее настроение в данном случае. Ты всем счастья желаешь, то есть, отдаешь свое хорошее другим. И таким образом устанавливаешь гармонию с этим миром. У тебя нет ни с кем проблем. Ни с Украиной, ни с Россией, ни с Америкой. Ни с кем. Ты всех понимаешь. Понимаешь, почему эти так поступают, почему эти так поступают, почему эти так поступают. Все становится спокойно, шерсть. Когда человек желает всем счастья, у него все спокойно, он все понятно. Он знает, почему так все происходит. Проблем нет. Пожертвование создаёт гармонию. Когда человек совершает пожертвование, он создаёт гармонию. И это главное богатство. Когда человек в гармонии со всем миром живёт, то он получает в жизни столько средств, сколько ему нужно для жизни. Никогда не бывает так, что меньше. Потому что гармония, она и есть, в этом заключается. Вот смотрите, приведу такой пример. В ведической культуре есть четыре степени отречения. Первая степень отречения. Человек ходит по квартирам, просит милости и взамен даёт духовное знание. Люди жертвуют что-то, еду, деньги, а он даёт им духовное знание. Это обязанность отречённого человека ходить и попрошайничать в древней культуре. Видите, попрошайки разные бывают. Бывают святые люди, даже возвышенные люди, отречённые, попрошайничают. Ходят, это их аскеза. Они обязаны попрошайничать. Следующая степень отречения. Человек развивается как Личность, у него появляются ученики, и он живёт на пожертвовании своих учеников. Следующая степень аскетизма. Человек садится где-то в каком-то месте, начинает повторять молитву, и люди приносят ему покушать. Но при этом он всем без исключения даёт свои благословения и совет. Да, покушать ему человек нет. Он служит всем, но он ни у кого ничего не просит. Люди видят его и сами дают ему поесть. И следующий вид отречения. Человек уходит в лес, садится в недоступном месте, в лесу, и люди каким-то образом на него нарываются, и в это время у них с собой есть еда, которой они с ним делятся. Я вам сейчас расскажу, как это технически происходит. У этого человека внутри столько мира и покоя, что когда у него потребность в пище возникает, эта потребность сразу же напрягает всех, кто питается его миром и покоем. Потому что когда у человека излучается счастье, то оно сразу востребовано. Я больше вам скажу, что человек, когда такой святой сидит в лесу, есть признаки, которые указывают на то, что он там находится. Есть ведическая история, когда один царь, он в очень злом лесу обязан из царя уничтожать агрессивных животных, которые нападают на Сеола и так далее. И один царь, он этим занимался, он собрал войско, и они уничтожали тигров, волков в этом лесу, для того, чтобы был мир, покой в лесу. И они дошли до одного места, где они увидели, что тигр лежит рядом с антилопой. Вот так вот. Тигр лежит рядом с антилопой, и никто никого не кушает, никто ни от кого не убегает. Это признак присутствия святого человека. Когда святой человек находится где-то, то животное настолько становится умиротворёнными, что у них пропадает всякая агрессия. И они начали искать этого святого и нашли. Он недалеко находился в медитации. Когда где-то находится святой человек, то животные перестают быть животными. Помните эту историю, когда Сергий Радонежский на медведе брёвна таскал, чтобы строить жильё? Медведь — это же животное, хищное животное. Он может порвать. У меня один знакомый, он был на Байкале, и ночью остался там вечером прогуляться. Он не понял, куда он попал. И он встретился с медведем. Вот он стоит, и медведь рядом стоит. И он начал молиться. Начал молиться, медведь постоял на него, посмотрел и пошёл. Он говорит, нормально, молится, хороший человек. Не порвал его. Медведь вот так, одним движением руки может порвать человека просто. Кишки наружу вылезут. Страшное животное, сильное очень. Он ничего не сделал. Он просто посмотрел на него, постоял и пошёл. Свою борогу. Такая интересная история. Итак, таким образом надо понять, что хотя бы небольшая толика мира, когда в сердце у человека есть, то он такое влияние на окружающих людей оказывает, что они сами приносят ему то, что ему нужно в жизни. Это не касается слишком у святых людей. Касается всех. Чуть-чуть у тебя мира в сердце меньше становится. И те, кто черпает энергию твоего счастья, они сами тебе начнут помогать. Так работает система. Понятно, да, как это работает? Поэтому, когда человек желает всем счастья, он наполняет атмосферу миром. Когда у него в жизни трудности, то те, кто наполняются этим миром от него, они сами будут помогать, потому что они нуждаются в его энергии счастья. Вот так вот система работает. Итак, следующий вид пожертвования — это жертвовать жизненный воздух. Человек совершает деятельность на благо общества. Жизненный воздух означает жизненные силы, означает свою энергию. Да, человек в свободное время от работы делает добрые дела в обществе. Есть даже фильм такой, «Деточкин» делал добрые дела. Гонял машины у тех, у кого их слишком много. Детям жертвовать. Ну, это у каждого свои представления, конечно, о добрых делах. Свободное от работы время от дела. Когда у человека есть время свободное, и он в это время отдает силы кому-то, добрые дела делает, то этот человек получает в своей жизни необыкновенную вещь. Вот часто мы в жизни чего-то хотим. Например, нам хочется денег, когда нам нужно здоровье. Нам хочется жену, когда нужно побыть одному. И так далее. Часто мы хотим не того, чего надо прямо сейчас нам в жизни. Но когда человек делает добрые дела, добрые дела означают делать то, что человеку надо прямо сейчас. Прямо сейчас надо. Разок одна женщина стояла, материлась, просила пожертвования. Она всегда просила пожертвования. Вот раз она напросилась, и поэтому она наелась, напилась и материлась стояла просто. Потому что у нее все было нормально, как бы с деньгами, и с едой, и со всем. Она в Москве стояла всегда на одном и том же месте, просила пожертвования. Но в это время она просто уже все имела, и поэтому она просто материлась на всех стояла. Мне подарили шоколадку, и я шел на работу, и я взял шоколадку, чтобы кому-то из нищих отдать. Но никаких нищих я не увидел, кроме нее. Но я знал точно, что она всегда просит пожертвования на этом месте, но в это время она занималась нечто другими делами. И я подошел к ней и отдал ей эту шоколадку. Просто взял и протянул ей. В это время, когда она всех ругала, она взяла шоколадку, сразу же начала открывать при мне, чтобы проверить, что это шоколадка. Когда она увидела, что это шоколадка, она сразу взяла в рот и пожевала. И когда она поняла, что это качественный, очень дорогой шоколад, она такая встала, перестала ругаться. У нее глаза расширились. И она вот так вот держала шоколадку и смотрела на меня вот так вот. А я улыбался, ей стоял и пошел. И она так и осталась вот так стояла, с шоколадкой. То есть, видите, ей нужны были не деньги, не пожертвования, а ей от людей нужна была просто доброта. Она не видела доброты от людей. И когда она ее увидела, и сердце растаяло, она успокоилась, ей не нужно было уже в жизни ничего. То есть, ей нужно было именно пожертвование доброты, ей не нужны были деньги, но ей хватало. Так большой поток мимо нее проходил каждый день. Ей нужно просто было теплый взгляд кого-то. И все. То есть, если у человека есть склонность эти вещи делать, то он получает, допустим, у него разруха, у него тяжелая неизлечимая болезнь, он получает врача, который вылечивает эту болезнь. У него голод, значит, он получит пищу. У него нет денег, значит, он получит деньги. Он получит то, что ему надо в данный момент времени от судьбы. Если он делает такие добрые дела, то, что нужно человеку в какой-то момент, он совершает. Понимаете, что это за вид аскезы? Он пожертвований. Он дает нам возможность избежать вот этих катаклизмов в нашей жизни. Например, если начинается война, то Бог подскажет, куда сматываться. Некоторые думают, что от войны надо запасаться продуктами, другие думают, что надо текать, а там еще больше война оказывается. Ты не знаешь же, куда тебе бежать. А если ты делаешь такие пожертвования, Бог точно говорит, вот туда, там будет нормально. Или сиди на месте. Вообще никогда не беги. Ладно. И следующий вид пожертвований, пожертвований просто пищей. Надо жертвовать чистую пищу. То есть я в Москве разок проезжал, видел такую рекламу, как там было написано, кормим раздача пива и сосисок. Ну, то есть все нищие собирались, им давали кружку пива и сосиску. Это неправильный способ кормления. Чтобы кормить нищих, надо их кормить вегетарианской пищей, чистой пищей. И не надо их спаивать. То есть надо им давать напиток какой-то, еду чистую. Это правильный способ кормления нищих. Хотя им часто выпить хочется. Один раз ко мне в переходе человек подошел, говорит, пожертвуйте, пожалуйста, на бухло. Такой откровенный. Я сказал ему, на бухло не пожертвуй, и пошел дальше. Вот. И пожертвование вещей, там всего прочего, все это осуществляется с очень большим денег. Пожертвование денег – самая сложная вещь вообще. Пожертвование одежды нужно тому, у кого нет одежды. Пожертвование пищи нужно, когда у тебя просят деньги. Вот кто-то стоит на улице, просит деньги, не давайте деньги, давайте пищу. Если он не берет пищу, значит, ему вообще ничего не надо. Надо проходить дальше, мимо. Если человек нуждается, он нуждается, нищий нуждается в трех вещах. Нуждается в деньгах, ой, в пище, в одежде и в крови. Все, больше ничего не надо в жизни. Нищему нужно только три вещи. Одежда, пища и где поспать. Все. Если он говорит о деньгах, значит, он хочет выпить или еще что-то. Если он просит, ты еду даешь, он берет и ест, значит, он нуждается в еде. Разок бабу. Нищий не означает, просто на улице стоит. Нищий означает нуждающийся человек. Разок. Я увидел женщину, она слепая, пыталась перейти через шоссе в Москве, где идет много машин. И я просто был потрясен. Я смотрю, она стоит, дергается как бы. Я подошел, говорю, вам что нужно-то? Она говорит, хлеба. Вот там, через дорогу, магазин с хлебом. И я взял, купил ей хлеба, такие нарезанные кусочки, принес ей, и она такая щупает. Это что? Она даже не поняла, что хлеб может выглядеть. То есть, она думала, булку ей дадут сейчас. А она в целлофанном пакете с нарезанными кусочками была. Начала щупать. Говорит, это что? Я же хлеба просила. Я говорю, это хлеб, но он просто нарезан. Она говорит, да, все, теперь поняла. Пошла домой. А это 100% по назначению. Она, видно, только одним хлебом питалась. У нее денег не было совсем. Ну, то есть, иногда надо находить таких старушечек и просто приносить им пищу домой. Это будет такой силы пожертвования, что Господь будет в вашем сердце ликовать просто. Такое пожертвование дает возможность человеку достигать нужного в жизни. Того, что ему очень нужно. он получает. Так как этому человеку очень нужно кушать, а вам, допустим, очень нужно развивать в ваш бизнес. И нужда одинаковая. Господь отвечает на нужду. Надо найти просто нуждающего, если помочь ему. Иногда это не стоит много денег. Так как он может быть. Спасибо. Спасибо. Спасибо.